Душа находится вот здесь в области сердца. Вокруг нее есть такая психическая структура, такой шарик. Даже есть название на санскрите, но нет смысла говорить, вы все равно не запомните. Вот, такой шарик, и внутри этого шарика такая энергия, которая все время меняется, и будем называть ее настроением человека. Вот душа смотрит на этот мир через этот шарик, и настроение все время меняется. Сегодня хорошее настроение, значит мир радужный, завтра плохое, мир печальный. Вот, это настроение зависит от этого шарика, из которого исходят такие узелки судьбы. То есть, шарик это и есть судьба, ну или скопление таких памяти о наших прошлых поступках и желаниях. Есть время, это энергия, которая все время все движет вперед. То есть, вот этот вот шарик, он под влиянием времени, внутрь вот этого пространства все время выходят какие-то песчинки судьбы. И они окрашивают сразу все пространство в свой цвет. И именно из этого внутреннего пространства идут нити наружу. Вот, допустим, нить окрашивается точно так же, как и мое настроение. Вот, допустим, у меня настроение плохое, близкому человеку плохо стало, потому что я наполнил связь между нами тоже плохой энергией. Из-за того, что так подействовала судьба. Он говорит, что он делает? А я даже не знаю, что он от меня хочет. То есть, у меня отношение, настроение испортилось, но он даже может раньше это понять, чем я. У меня вроде все нормально. Но он чувствует от меня не то, что надо. Это значит, что так начала действовать судьба. Иногда люди даже не понимают, что он меня бросил-то. Я же как бы его люблю, а он это любил, не чувствует. Потому что так действует судьба. То есть, другими словами, судьба нас не спрашивает, что она там будет с нами делать. Поэтому есть разные периоды жизни. Некоторые люди не понимают этого и думают, что-то не повезло мне, что ли. Чего так я живу-то, почему? Потому что есть периоды разные. В зависимости от того, что ты в прошлом жил. Ну, в прошлых жизнях человек же вечно живет. В зависимости от того, что ты в прошлых жизнях сделал, в какие-то периоды жизни ты будешь страдать. И это можно видеть по человеку. То есть, в принципе, это видеть несложно, если это изучать. Также, когда человек играет на пианино, допустим, он знает детали разные, ноты, полуноты. Вы, допустим, не узнаете. Но он просто это изучал. Я тоже вижу, чувствую судьбу у человека. Женщина, допустим, удивилась, откуда вы знаете, что вот так, так было. А я просто это изучаю. И несложно. То есть, другими словами, если все изучаешь, можно потом об этом поговорить. Есть какие-то закономерности, которые могут вам помочь разобраться во всем, что происходит. Во руках этого шарика, который называют судьбой, существует психическая структура. Она прямо его окружает вот так плотно. Эта психическая структура называется ощущение себя как личности. И эта психическая структура, она подвижная. Например, если со мной кто-то плохо поговорил, эта психическая структура, она может опускаться назад, вниз. И я говорю, мне что-то плохо стало. Я чувствую себя униженным. Чувствую себя, чувствую собственную достоинность. Чувствую себя униженным. Если, допустим, судьба надавила меня, и я ничего не могу своей жизнью сделать, меня сажают в тюрьму, или не могу долго отдать, то чувство собственного достоинства уходит назад. И человек не хочет жить, он не хочет думать о завтрашнем дне. Это называется депрессия. Если у человека все как укола в жизни, ему все классно, как бы все пошло как надо, то чувство собственного достоинства уходит наверх, и человек слепнет. Он думает, у него сейчас все будет классно всю жизнь, теперь все будет только хорошо. Ну, то есть он не понимает, что опасности есть. Называется гордость или ослепленность в жизни. Если человек, допустим, думает, сейчас вот напрягусь сильно, и завтра будет лучше, а сегодня будем мучиться. Это называется суета. Чувство собственного достоинства уходит вперед. Человек суетится в жизни. Он не видит счастья. Можно видеть только, когда чувство собственного достоинства стоит в центре. Сейчас, тье. Видите, даже это русское слово. Сейчас, тье. Тье означает существование, а сейчас означает сейчас. Ну, то есть, если человек, у человека чувство собственного достоинства в центре, он выдержал все испытания, принял судьбу. Что значит в центре? Судьба подействовала, она надавила на него, а он ее принял, не поддался. То тогда он чувствует счастье, что он прямо сейчас живет, не завтра, не когда выйду из униженного состояния, не когда выйду из депрессника, не когда перестану гордиться собой. А прямо сейчас я чувствую себя нормальным. Так вот, запомните только у человека, который вот прямо сейчас принял судьбу, совсем разобрался. Только такой человек является красивым, удачливым, счастливым, жизнерадостным, разумным. Он может соображать, он может во всем разобраться, все может понять. Только когда в сердце есть спокойствие. Поэтому первое, к чему должен человек в жизни стремиться, он должен стремиться к спокойствию, что может помочь. Существует еще одна психическая структура, которая называется разум. Первый умный был детина, средний был и так всяк, третий вовсе был дурак. Здесь говорится не об умности, а о разумности. То есть другими словами это стихотворение надо по-другому сказать. Первый разумный был детина, средний был и так всяк, третий вовсе был дурак. Ну то есть что-то значит разумный. Разумный означает глубоко понимает, что происходит, разбирается, что такое хорошо и что такое плохо, имеет возможность себя заставить что-то сделать, имеет вдохновение жить правильно, имеет возможность изменить свое настроение к лучшему, имеет возможность избавиться от своих вредных привычек, имеет возможность простить, принять, попросить прощения. Ну то есть человек, который способен справиться со своей судьбой, потому что судьба заставляет человека обижаться, заставляет депрессировать, заставляет гордиться собой, заставляет злиться, не понимать того, что происходит. Все это дает судьба. Понимаете? Как действует на человека судьба? Судьба в виде этих песчинок судьбы, когда выходит в это пространство, они издают звук. Песчинки судьбы издают звук. Душа очень сильно реагирует на этот звук. Это звуковая энергия, но это не обычный звук, не звуковая волна. Это такой очень тонкий невидимый звук, который сразу приковывает память человеку. Ну то есть человек не слышит никакого звука судьбы, он просто сразу начинает о чем-то думать. Печаль, допустим, наступает. Свет горит, дом стоит, загнавит нам даль. Но откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить. Но откуда взялась печаль? То есть это так действует судьба. Пришло время, и в сердце пришла печаль. Ну то есть значит ли тебе, что надо печалиться ходить? Есть два типа людей. Одни, все, что в сердце приходит, так и живут. Это неразумные люди. Разумные люди, они не дают возможность себе поддаваться под влиянием судьбы. То есть разум может победить судьбу, если человек с этим разобрался. Вот печаль пришла, наступила грузь, что ж пойду пройдусь. Ну то есть зачем пройтись надо? Для того, чтобы напитаться энергией природы, энергией земли Невской, которую ты любишь. И через любовь, через природу человек таким образом избавляется от печали. То есть другими словами, судьба это не то, что, как говорят некоторые интернет-блогеры, что типа, если время пришло, осеннее пальто можешь уже не покупать. Понимаете? То есть это неправильное мышление. Ну то есть судьба это всего лишь объем работы. Какой работы? Психическая работа, не физическая. Вот допустим, если на сердце тоска, это не значит, что с этим ничего не сделаешь. То есть есть методы, способы сделать так, чтобы на сердце не было тоски. Если муж уходит, это не значит, что с этим ничего не сделаешь. Есть методы, способы, которые могут повлиять на ситуацию. Но не такие способы. Вернись! Это не способ. Вот это не способ. А есть, мы об этом будем говорить, какие же все-таки есть способы, что влияет на судьбу именно. Потому что кто такой близкий человек? Близкий человек это исполнитель твоей судьбы. Это не сама судьба. Он просто выполняет судьбу. И если ты победил свою судьбу, а вдруг близкий человек не хочет возвращаться к тебе назад. Вдруг такое может быть. А ты победил свою судьбу. Такое иногда бывает. Его судьба будет заставлять. Если ты победил судьбу, она будет заставлять. Через совесть. Иди возвращайся, нормальная женщина. Это ты дурак. У него в сердце будет такое чувство. А он типа, да я не могу возвращаться, у меня уже тут дети, как бы уже новая семья. В этот момент тогда судьба дает этой женщине сразу другого мужика. Потому что у Бога мужиков заболись. Главное победить судьбу. Как только судьба побеждена, сразу как бы новый вариант. Но тоже как бы не подарок, потому что он же тоже представитель судьбы. Но все равно есть хоть какое-то действие. Все не одна и то хорошо. Вот. Вот.